Привет, дорогие друзья, в этом году в эфире и сегодня у нас вместе с вами покатушка на БМХ! Последнее видео с БМХ вышло около полугода назад, за это время я много чего позабывал, но также стал больше, выше и БМХ для меня теперь очень легкий. Попробуем сегодня сделать чикен бар, также попробуем сделать ванетти, ну ванетти знаете такое, чтобы просто вот ехать-ехать, вот так вот сделать, совсем чуть-чуть проехать, а потом уже можно было выходить. Ну а также попробуем трюк, я уже забыл как он называется, походу у него вообще нет названия, короче заезжаешь на скат, заезжаешь и когда начинаешь отъезжать, зажимаешь тормоз, становишься немного на заднее, потом тормоз отпускаешь, в этот же момент подпрыгиваешь и на фейке. Это короче наверное какой-то мини-менуал на фейке, ну я не знаю, посмотрим и увидим. Ну а также вспомним весь мой набор детских трючков. Друзья, этому БМХ уже 5 лет, а выглядит он как новый, ну просто идеал, ничего не люфтит, все идеально, с шатунами все супер. Цепь натягивали один раз, это было в прошлом году, когда она уже сильно провисла, а сейчас просто все топчик, ничего не люфтит, идеал. И тормоза кстати до сих пор, родные тормоза идеально работают. В нашем скейтпарке как-то не густо, раньше когда он только открылся, тут не было проходу, целая куча людей было, а сейчас... Человека 4 на весь скейтпарк максимум, скейтеры, самокатеры, вы все где? Дома игромейните в компьютеры. Давай сначала флэт, просто попробуем флэт, вот баник, теперь баник с прокрутом педали назад. Было, тоже супер. То еще я умел связанное с баником, наверное подпрыгнуть и ноги так, оп. Не, сноуфутом не делал, с баником вроде все закончилось. А, ванетти, ванетти, давайте попробуем, я хотел ванетти флэр. В прошлом году я уже был очень близок, но сейчас мне кажется я смогу сделать. О, почти, сейчас возьму побольше прыжок и должно получиться. О, чуть-чуть было, вот если бы я еще совсем чуть-чуть проехал, можно было бы уже потом выходить. О, есть, уже первые, первые 10 сантиметров было. И, хлоп, встал, но не вышел. Короче, без езды назад, просто сразу выход, моментом. О, было. Просто самое сложное, это найти баланс, чтобы ехать назад. А если сразу с выходом, то легко. Можно, как обычно, вот тут вот кататься, перелетать в стол, а вот на той штучке попробовать сделать фейки, про которые я вам говорил, на заднем колесе. Но сначала нужно прикататься, погнали. Какой он мягенький. Вообще супер. Едешь как на пушинке. Ладно, давайте попробуем сначала просто фейки от той фигуры, а потом с задним колесом. Не в ту сторону крутил. Сейчас. Вес назад сейчас попробую распределить, и все будет топ. Давай не на этом, он слишком резкий. Давай на вот этом маленьком. Итак, на маленьком попытка. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Вот он фейки. Ну, не вышел, правда, но фейки было. Теперь давайте с задним колесом попробуем. Как там нужно? Вот так. Ой. Сейчас тормоза подожму. А вот и первый скейтер приехал. Только я позвал. Сразу кто-то пришел. Все, теперь нормально. Работает. Так это не такой уж и сложный трюк. Это то же самое, что и фейки. Просто нужно заднее колесо поднять, а как приземля... А, переднее колесо поднять, а потом как приземляешься, подпрыгнуть, чтобы сбалансироваться. Давайте попробуем еще раз, только в этот раз попробуем подпрыгнуть сразу с заднего. Ну, как и должно быть в оригинале. Это я просто себе немножко упростил. Поднять получилось, но не подпрыгнуть. Попытка номер два, более усложненного. Не, подпрыгивать не получается с заднего. Так как-то нужно баланс по-другому ловить. Давайте еще раз сделаем облегченную версию, просто чтобы закрепить. Ну, выход был, просто ногу поставил. Последнее, все. О, все получилось, все супер. Ну, вот слайд, слайд я уже так, нормальненько умею. Подхватываю. Теперь нужно просто добавить небольшой прыжочек. Так, этот, закрут пошел, но не до конца, руку я забыл отпустить. О, половинка есть. Вот еще, если бы оно прокрутилось, то было бы, было бы. Вот так. Опа. Не, лучше вот так вот поставить, все. Оп. Ну, нормально, пойдет. О, да, есть. Я думал, сейчас упаду, но вовремя устоял. Это первый мой чекен бар на BMX. Смотрите, я понял, что очень сильно мешает тормоз, его нужно сдвигать вот сюда вот ближе, чтобы здесь было больше контроля. Но прогресс есть. Еще полгода назад я не умел 180, а сейчас уже сделал какое-никакое ново Нетти. Даже чекен бар. В прошлом, наверное, полгода назад даже слайд мне очень тяжко давался. Все, очень сильно перелетаем стол, просто катаемся и фристайлим по скейтпарку. Погнали. Вообще крутяк. Ну, вот здесь вот стремно 180. Хотя не, неплохо. А может весь стол попробовать перелететь? Не, весь не хватает. Давай, банихоп там какой-нибудь випчик, барчик. Смотри, смотри. О, нормально, передним колесом перелетел. Задним трохи не достал. О, нормально. Летает, вообще жесть. Он, походу, на опыте, не первый раз. Ну, капец, это вообще было неожиданно. О, нормально, передним перелетел. Ну, как перелетел, он колесо не поднял переднее, он просто на менуале немножко проехал. Как ощущения? Круче, чем на самокате? Мягче, да? Мягче, быстрее, удобнее. Но на самокате легче. Он сам по себе легче. И трюки легче, все легче. Ой, что-то немножечко не получилось. Все, он, походу, накатался, да? А, нет, еще едет на прыжок. Сейчас нам трючки покажут, смотрите. О, нормально. Банник был такой плотненький, высокий, но не идеал. Не два колеса. О, так вообще супер, контролирует он в воздухе. Он так вперед нагнулся. Топчик. Вот если бы он еще подкатался под это. Нормально, нормально. Раскатался. Он бы тоже стол хорошо перелетал. О, есть те, кто еще ни разу не катался. Ой, перекрути руль обратно, а то тормоз зажался. Ага. Давай, сразу стол перелетай. Ой. Но он криво перелетел. Я думал, он сейчас упадет. Он как-то боком полетел больше. Ой, как страшно он летит. Не, ну нормально для первого раза. Если он реально ни разу не катался, вообще супер. О, дай мне тогда на самокате. Опа. Ну, пол стола было. Нормально. Они все так боятся. Чуть ли не до полной остановки они едут на стол. О, ты хотел попытку на бар? Ну, я видел, ты руль крутанул почти. Мне примерно в таком же возрасте купили BMX. И я понимаю, насколько же это было сложно. Когда я весил, наверное, килограмм сколько? 30. И этот BMX еще 7. Это 1,4 моего веса. Но вот даже сравнить, если с самокатом. Ну, вот этот так поднимается. Этот как... Ну, не знаю, наверное, 2,5 самоката. Может где-то так. А давайте воробам перепрыгнуть вот эту перилу. Задним колесом не перепрыгнешь. Нет. Ну, можно попробовать. Мешает микрофон в кармане. Просто я когда подпрыгиваю, я задираю руль. И рулем об карман. И я сейчас прям по микрофону ударил. Я могу попробовать, но без микрофона и без этой штуки. Я проехал по ней, ты видел? Видел. С задним колесом я прям почувствовал. Вот так оно и всегда было. Задним хвостиком цеплял. Прилетел? Да. Полностью? Да. Без чирка. Чирк такой, небольшой чирк. Скоро. А вот сейчас без чирка. О, е! Фу, е! Ну, получилось суперски, да? Да, отлично. Все, топчик. Вот я очень люблю такие балансные трюки. Там, где просто вот стоять, так стоять, а потом вот так вот оп. У меня такие трюки начали очень хорошо получаться после того, как я научился ездить мэнуал. Ну, на горном велике я прям вообще хорошо езжу. Но мне кажется, на БМХ так не получится. Ну, хотя можно попробовать, конечно. Типа, вот. У него такой центр тяжести совсем другой. Если на горнике едешь, там нужно вот так вот колесо задирать, то тут достаточно... Потому что колеса меньше. Нет, сам по себе центр тяжести в другом месте просто. Ну, это максимум, который я могу выжать из БМХ. Как-нибудь возьмем с собой горный, я вам продемонстрирую. У-ху! Ого, такой плавненький. Прикольно. Можно выше взять. Это была просто первая пристрелочная, прикаточная. Можно еще выше. Нормально. Пойдет. Никакие трюки я сюда засунуть не могу, потому что не умею. Друзья, пишите легенькие трюки, которые вы знаете, чтобы я их разучил на БМХ и в следующем видосе вам их показал. Итак, сменил технику. Ну, тут уже... О, ну что-то есть. Но тут люфтит рулевая. Випчик суперский. Нормально. Ну, а теперь два випа. Два пробуем. Ну, давай два. Ну, а меньшим ты как-то поближе ставил. Видишь? На сантиметра два туда-обратно ходит. Так, сейчас поставим телефон. Также приехал Серж. По случайности. Не ожидали его увидеть. Я вижу у него новый этот. Новый скуд собрал. А, этот, зефир. А теперь уже распродался. Все, уже нету зефира, ничего не осталось? Да. Капец. Блин, ну самокат этот удобный. Такой широкий, здоровый. Прям идеал. Руль маленький. По ширине. Вот прямо как я люблю. Широкая дека, узкий руль. Какие новые трючки научился на самокате? Ну, все основные, которые на парковом самокате делал, я вспомнил на вот этом. Так вообще супер. А что это за дека? Это почти маврора. Аврора? Ого, ну такая здоровая. Он так сбалансирован идеально на центр. Ну, теперь тебе по-любому надо сделать два випа. На этом? Да, ты же сказал. Но крутится он легонечко. Я думаю, можно, в принципе. Руль такой по высоте не чешный. Не, не докручу. Дека большая, тяжелая. Серж, даже бар могу с первой сделать, наверное. А давайте вон найти бар. Смотрите. Сейчас сломаю Сержу самокат. Вот если бы схватил, было бы. Друзья, ну там мы, пожалуйста, закончим. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Всем пока. А у кого велик? Ой, блин. Сержу самокат. Ах, че. Ну, по-купуешь. Да е-мое-мое. С телеку гнали. Да е-мое-мое. Да е-мое.